Михаил, начать бы хотел, конечно, с трагической темы. Количество жертв после российского ракетного атака, в российской атаке на Покровск Донецкой области, выросло до семи, ранено почти девяносто человек. Повреждено, по данным полиции, 12 многоэтажек, гостиницы, пенсионный фонд, аптеки, магазины, кафе. Вот такие вот военные цели, которые выбирает Российская Федерация. И вот в Европе, в Совете Европы не остались в стороне, осудили атаку, сказали, что атака такая не должна оставаться безнаказанной. И вот о безнаказанности хотел бы как раз поговорить для начала. Украина, ну вот я сейчас, может, эмоционально выскажусь, но Украина действует цивилизованными методами. Понятно, что когда наши друзья, скажем так, назовем их так, бьют дронами по центру Москвы, все равно выбирают лишь цели, такие офисные центры, какие-то здания Минобороны, военные базы. И с одной стороны, да, Европа говорит, что не должна Россия оставаться безнаказанной, с другой стороны, запрещает применять свое оружие, и мы вот выбираем только такие цели действительно военные. И вот я понимаю людей, на самом деле, у которых возникает чувство вот этого нерелевантного ответа вот на такое варварство, которое осуществляет Россия по отношению к Украине. У вас тоже такое чувство есть? Ну, чувство, конечно, есть, чувство, конечно, есть. К тому же, ну, вот сегодняшняя эта атака, ну, вчера, вчера она была, она ведь как произведена, да, что сначала ударили, потом дождались, пока приедут спасатели, ударили по спасателям, пока там было максимум людей. То есть очевидно, что цель именно поразить как можно больше людей, которые сейчас вышли на улицу. Ну, до этого пока человек в здании, его труднее убить. А когда все вышли на улицу спасать, то тут же удар. Причем, знаете, это всю войну ровно длится, всю войну. Я помню, как в Киеве в самом начале, один из первых ударов по Киеву ракетных, и вот приехали спасатели, и тогда приехала журналистка. Она еще была российская журналистка, причем, ну, начала войны. И ее убили россияне ракетой, вот именно вторым ударом. Это было в марте прошлого года. То есть это всю войну они действуют вот именно таким образом, наблюдая за результатами своих ударов, потом их повторяют. По поводу неадекватности, релевантности, как вы говорите, нерелевантности ответа. Да, к сожалению, вы знаете, поэтому люди, которые управляют страной, это не те, кто движим эмоциями, а те, кто все-таки каждый раз вспоминают о разуме, умея как бы рассудку, страсти подчинять. Поэтому это не мы, не я, не вот мои зрители, которые эмоционально кричат, что надо всех там и так далее. И у меня у самого бывают разные эмоции по этому поводу, но не имеют права те, кто принимает решение, руководствоваться эмоциями. Потому что иначе мы проиграем. Тут простая логика. Иначе мы проиграем, иначе нас не будет. Если мы будем отвечать так, как россияне, то нам не будут давать оружие. Причем не будут давать оружие не потому, что плохие люди, там плохой Байден и плохой Шолест не будут давать оружие, потому что нас не будут поддерживать народы мира. Они нас поддерживают не из интересов, не из каких-то там корыстных интересов, а исключительно из ценностей, да, из-за ценностного вопроса. что вот ценностно, они с нами совпадают, мы с ними совпадаем. Они верят, что мы с ними одинаково, одинаковых ценностей люди. Это в том числе благодаря тому, что вон, когда по СНН показывают, все время украинцы на английском говорят, все время. Когда показывают россиян, они говорят только по-русски, они иностранных языков не знают. Поэтому на Западе видят, что мы такие же, как они. Это очень важно. Наши военные, я имею в виду, говорят по-английски. Наши чиновники говорят по-английски. Наш президент говорит по-английски. Наш министр обороны говорит по-английски. Все, да, все буквально. Это очень ценно тоже. И вот мы вынуждены, ну да, мы должны быть в рамках этих ценностей, ничего нельзя сделать. К сожалению, вот то, что вообще-то Запад мог бы нам помочь адекватно отвечать и мало того пресекать, пресекать эти удары. Вот представьте себе, мы, в общем-то, нашим ограниченным весьма арсеналом, очень ограниченным, ну я имею в виду наш украинский, который украинского производства, мы смогли за это время уничтожить, ну, например, большую часть Черноморского флота, большую, большую часть, вот представьте себе, да, у них, по-моему, всего шесть больших десантных кораблей было, четырех нет уже, четырех, но они не утонули, один утонул, другие повреждены, крейсер единственный, флагман, потопили, эсминец потопили, что там еще, буксиры потопили, в общем, короче, мы уничтожили большую часть, мы поразили, ну, сколько могли стратегических бомбардировщиков тогда вот в Энгельсе, много чего, в общем, мы смогли, много чего, но если бы нам дали оружие, которое мы могли бы бить по территории Российской Федерации, ведь удар, вот этот удар по, значит, по Покровску, он же, скорее всего, нанесен с территории РФ, я точно не знаю, но весьма вероятно, что он нанесен с территории России, потому что он наносился искандерами, они искандерами легко до нас достают с территории России, противостоять искандерам можно только при помощи патриотов, но это нужно 30-50 патриотов на страну, а нам дали 2-3, поэтому, ну, пока нереалистично, 50 миллиардов долларов, плюс, я думаю, что если нам выдать 50 миллиардов долларов, в смысле, в виде патриотов, то еще понадобится по миллиарду в месяц на ракеты, а может больше, то есть это какие-то нереальные пока, к сожалению, вещи, но просто разрешить нам бить под пусковым установком, но мы бы их сами справились уже, если бы ракеты такие есть у Америки, у Германии, у кого угодно есть, просто нужно всего одна вещь, разрешение бить по этим целям, очевидно, что там сидят убийцы, мы точно знаем, вот они, почему нам Запад не разрешает по этим целям бить, хорошо, можно согласовывать с ними заранее цели, да, не по любым же, вот по таким, такого рода, это ужасно, конечно, это совершенно негуманное, как мне кажется, отношение Запада к ситуации на фронте, я думаю, что вот это то, что может еще успеть поменяться, если наша война продлится долго, она еще может продлиться долго, я понятен не имею, сколько она продлится, но если это будет достаточно долго, то я думаю, что это будет одна из красных линий, которая будет переедена, вот знаете, было переедено и с танками, и с хаймарсами, и с артиллерией, и с самолетами, а еще и вот с тем, что можно бить по России, это тоже впереди еще все. Будем на это надеяться, друзья, ваши чувства, которые возникают у вас, после того, как вы видите такие атаки, и когда видите те атаки, которые производятся на Российскую Федерацию, вот сопоставляете их, напишите в комментариях, очень хотелось бы почитать ваши мысли. Однозначно согласен с вами, Михаил, что наше руководство не имеет права действовать, конечно, эмоционально, должны с холодным разумом к этому подходить, однако просто, ну, конечно, эти чувства, они все равно, их сложно, сложно утолить, даже когда ты видишь, как какой-то дрон залетает в окно офисного центра в Москву-Сити, красиво, конечно, но все равно, скажем так, сатисфакции той, которой хотелось бы, не получается. В общем, друзья, ждем вас в комментариях, давайте двигаться дальше. Вот сейчас, конечно, всем украинцам нелегко. На сложную жизнь в Инстаграме пожаловалась дочь генпрокурора Украины Андрея Костина. Я зацитирую. «Как же задолбала это Финляндия, Шотландия, я хочу домой в Монако». Конец цитаты. Написала Анастасия, показала грустное селфи. Ранее одесситка Анастасия, дочь генпрокурора, она работала в Украине помощницей народного депутата по экологическим вопросам. И вот видим, как в последнее время действительно, ну, вот со стрессом сложно справляться, в том числе чиновникам, да, народным депутатам, время от времени. Видим, что приходится им для того, чтобы, ну, не сойти с ума полностью, выезжать. Я хотел все это серьезно, блин, сам сказать не получилось, конец. В общем, приходится им выезжать за границу, да, там кто-то на Мальдивы, кто-то в Болгарию. В Болгарию, вроде как, кстати, не считается таким уж сильным отдыхом сразу, по крайней мере, мандаты тебя не, ну, из фракции тебя за это не выгоняют. Однако, вот эта динамика, динамика того, что мы просто, даже не то, что чиновники начали выезжать, а то, что мы начали это так часто видеть в СМИ, в отчетах, там, силовых органов, и так далее. Вот о чем это может говорить? Да, с Болгарией смешно действительно получилось. Вспомнилась советская поговорка была, курица не птица, Болгария не за границей. Это прямо по этому правилу. Решили сработать, когда, значит, подумали, что, ну, Болгария не в зачет. Ну, говорит это о том, что война длится слишком долго. Это не потому, что мы стали узнавать больше, а потому, что война длится слишком долго, полтора года. И для некоторых это оказалось слишком, некоторые просто не выдержали. Но, знаете, бывает, люди не выдерживают. Это вообще-то нормально, что кто-то не выдержал. Так бывает в любом деле. Чем бы вы ни занимались, вот вы собираете каких-то людей, не знаю, идете с ними в горы, а потом кто-то не выдерживает. И говорит, я развернусь, я пойду обратно, я не могу больше. Он идет. Но он больше не с нами. Он дальше не идет. Это нормально. Никто не обязан. Человек рождается каким-то, и он по натуре, в общем, достаточно слаб. И ему тяжело. И он может сдаться и капитулировать. Просто они не будут с нами ни сейчас дальше, ни в будущем светлым. Если у нас получится победить, то у нас здесь будет очень все хорошо, круто. Мы будем все братья, все будем обниматься, и у нас будет хорошая, прекрасная страна. А они будут в Монако. Пусть там и живут. Так им за это и нужно. Но им-то будет очень грустно, потому что они там с Русней будут в Монако, понимаете. Ну, потому что кто в Монако-то? Одна Русня страшная. Вон, Исинбаева там живет в Монако. Ну, сейчас на Тенериев переехала. Вот. Ну, вот и все. Ничего нельзя сделать. Это ж, ну что, мы могли выбрать других, называется? Нет. Как это? Проверить нужно человека. Парня в городе не рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке одной с тобой, там поймешь, кто такой. Любой может не выдержать. Вот они не выдержали. До свидания. Потрясающий гуманный ответ, Михаил. Честно говоря, я думаю, у наших зрителей, возможно, возникнут другие мысли. Напишите их в комментариях. Тоже вот эти темы, такие эмоциональные, на которые хотелось бы получить от вас ответ. В стране-оккупанте тем временем заявили, что в очередной раз. Там уже меняются постоянно, перетурбации идут с целями, значит, продолжения боевых действий, продолжения этой войны. Вот теперь, значит, в Кремле заявили, что претендуют только на ту часть Украины, которую успели захватить и записать себе в Конституцию. Об этом спикер диктатора Путина Пескова рассказал в интервью New York Times. Интервью, кстати, потрясающе интересное. Мы еще к нему сегодня вернемся. Также, по его словам, пока условий для мирных переговоров с Украиной нет. И вот то, что звучат вот эти заявления, мол, больше нам не нужно. Нам вот нужна только вот эта территория. Мы хотим каким-то образом ее защитить, значит, за собой закрепить. И, в общем-то, не претендуем на Киев, как изначально, и, в общем-то, на всю остальную Украину. О чем может говорить это? И стоит ли вообще обращать на это внимание, на такие заявления? То есть это просто, скажем так, вброс? Или это какая-то тенденция, которая может о чем-то говорить больше? Нет, не просто это их тактика. Они, безусловно, претендуют на большее. Во-первых, они врут. Они хотят захватить всю Украину, и не только Украину. И сомнений в этом вообще нет. И пока есть Путин во главе Российской Федерации, Российская Федерация никогда от этого не откажется, не надо об этом даже мечтать и думать. Сегодня, знаете, вот такой день. Сегодня 8 августа, и оно интересен не только тем, что сегодня день кота международный, с которым я всех котов мира поздравляю, но и тем, что сегодня, 15 лет назад, началась война между Россией и Грузией, когда Россия напала на Грузию. И тоже война же это закончилась подписанием некого соглашения, соглашения о мире, которое россиянами не было выполнено. Сегодня об этом заявил Энтони Блинкин, что вот то соглашение, оно не было по окончательному урегулированию, но в этом соглашении было написано, что российские войска будут отведены на свои позиции до 8 августа. Они не были до сих пор, 15 лет прошло. Это о чем говорит, что России нельзя доверять, ни при каких обстоятельствах, нельзя с ней ничего подписывать, пока российские войска на твоей территории подписывать нельзя. И вот когда сегодня премьер-министр Грузии говорит, мы верим, что мы мирным путем освободим Абхазию и Южную Осетию, ага, конечно, скажем мы, мы уже видели, как мирным путем освобождаешь Крым. Нет, к вам зайдут обязательно из Абхазии и Южной Осетии российские войска, и вам придется отбиваться уже в полноценной войне. Поэтому лучше уничтожьте их сейчас. И тогда как бы тоже было... Ну, другое дело, я понимаю, что грузины подписывали от безысходности, да, у них не было армии, у них не было возможности отражать агрессию, ни от хорошей жизни они подписывали. Но россияне же не выполнили. Поэтому сейчас верить россиянам нельзя, они хотят захватить всю Украину, а то, что сейчас они это говорят, это их тактика, они хотят, они готовы сейчас к перемирию, безусловно, вот на таких условиях. Ну, а уж в идеальном условии, в идеальном случае, чтобы мы признали, и чтобы мир признал за Россией эти территории, а как программа минимум, даже если не признал. Просто вот заморозка конфликта, в смысле там перемирия, все, и дальше де-факто вот там это. А потом будем добиваться, чтобы это за нами признали. Путин, он же не собирается при жизни своей быть правителем, так сказать, полностью легитимным в мировой поле страны. Нет, он не собирается быть президентом России, чьи границы признаны. Вы знаете, один из признаков империи, вообще-то говоря, что у империи никогда не существуют точные границы. Это правда, признак любой империи. У империи нет границы. А у национального государства есть, а у империи нет. Оно где-то там размытое что-то. Вот, поэтому Путин хочет быть президентом, безусловно, империи, под названием как бы Россия. И поэтому ему совершенно все равно, признано, не признано, его устраивает такое положение дел. Сейчас готов к такому. Через год пойдет дальше наступать, когда больше подготовится. Продолжение следует... Продолжение следует...